сегодня четверг взяли рыбу это у нас половина половинки то есть четвертая часть лососи и он больше килограмма вышел на 17 евро нет почти 18 даже килограмм 1590 ну и взяли так по мелочи самое необходимое это катам траву еды сейчас у нас просто на скидке вот этот корм это у нас для босса это у нас для тигры у них разный корм вот траву он уже поглощает взял такой томатный сок это к рыбе взяла салат это всегда должно быть дома у нас салака в томатном соусе шоколадка была на скидке сахар ничего такого особого а я взяла еще попробовать вот такой сидор что-то красное вино я не хочу пить попробую это сидор груш из груши сухой по моему я вроде сухой искала где здесь не написано вообще сухой нет всем привет я покажу очень полезное упражнение для стоп особенно у кого есть какие-то проблемы со стопами они практически у всех есть и это очень полезное упражнение в начале будет сложно больно может быть мы используем палку любую можете взять доме обязательно найдется лучше конечно деревянные у меня вот гимнастическая она короткая и она достаточно тонкая но может быть толще если будет твердо и сильно больно можете что-то мягкое положить для начала а потом со временем когда уже привыкнуть и будет легче и так приступаем вкладываем палку на ровную поверхность и встаем на край середины стопы именно чтобы пальцы и пятки прикасались пола желательно чувствовать что все пальцы достают до пола и середина стопа плотно упирается в саму палку и когда переходим со стопы на стопу вы шагаем чувствуете как поднимаете вес переносите из одной стопы на другую таким образом мы делаем массаж стопам и медленно плавно двигаемся в одну и в обратную сторону можете делать не по несколько раз теперь второй вариант по диагонали опять же чтобы пятки и пальцы ног прикасались пола и вот как балерины ходят примерно в этом стиле идем в одну сторону и так можно делать по несколько раз это очень легко и просто если будете регулярно делать это полезно для стоп и у кого плоскостопие особенно это стоит делать к кукол и после каждого урока я убираю когда коврики мне обычно нужно что-то какое-то упражнение доделать для своего тела потому что урок я веду для других а для себя я делаю совсем иные упражнения но вот в этот раз я использую мяч чтобы растянуть позвоночник и руки должны быть на уровне плечей локти ран не разводим шире плечей ноги на ширине таза прогиб назад и у нас тигренок любит разные формы корзин да тигра ой-ой-ой прости прости да да не туда попалась из камеры из-за камеры там не попала здесь вечно голодный кот да босс тебе надо взять тоже еду дать вернее пойдем кушать пойдем будешь пойдем так у нас вот это рыба форель она просто гигантская это просто четвертая часть но она еще и толстая невероятно и и будем есть два дня если целая наверное целая больше четырех килограмм бус весила если вот это только четвертая часть весит больше килограмма килограмм 200 или килограмм 300 вышло и специи я использую вот местная санта-мария именно для рыбы специально просто посыпаю это немножко такой с перчинкой там есть по моему чили а чили я люблю и 2 вот содержит лимон и другие специи черный перец и взял все такое ну в общем ой не той стороной так посыпаем ну что-то плохо выходит вот огромное и вот такой одной большой мне хватает ну на год наверное точно здесь сколько у нас грамм 300 грамм получается но рыбу лично я просто обожаю и и здесь у меня остался сухой фенхель который я сама выращивала вот до сих пор использую и фенхель мне нравится сочетать именно с рыбой я вы просто вот так вот раскрашу будет вкусно рыбка приготовилась мы любим очень такую зажаренную я готовлю ее на режиме гриля и вот это вот все это от лосося жир достаточно очень жирная ну и что может быть лучше чем простая еда это ну я так шучу конечно не совсем простая но очень вкусная просто и легко рыба лосось очень сложно испортить ее можно без вообще специй запечь и она сама по себе вкусная поэтому я ее люблю черный хлеб салат просто и помидоры черри оливковым маслом полила и розовая соль использовала но и лимон все ужин готов и вечерняя прогулка на свежем воздухе у моря это хорошее восстановление сил получение энергии и я люблю вот эти деревья они даже голые казалось бы без зелени без листьев но они очень красивые особенно в такой период времени когда закат и мы обычно вечером выходим к морю потому что в это время обычно меньше людей если конечно погода хорошая людей на море ходит очень много а я предпочитаю когда практически никого нет и в это время было еще очень заснежена на берегу но вид очень красивый и вот кто-то поставил свечку и там было написано имя я не знаю что это значит просто было очень красиво на этом я завершаю это видео всем пока пока увидимся скоро